всем здрасте всем привет сегодня у нас очередной выезд на покатушке у нас сейчас плюс 3 ночью был мороз где-то 0 минус 1 снега принципе у нас уже мало осталось сейчас поедем в грязь так что сегодня у нас очередной выезд я однолетней резине покажем как не нужно ездить на летней резине по грязи или по снегу так что едем на место сбора собираемся и выезжаем все ребята погнали где мы собрались за росташинскими дачами есть у нас горки сейчас мы пытаемся туда проехать впереди пустили собалька потому что мы пытались проехать наше него уже на на пузо села сейчас проезжают большие машины наши сегодняшние участники мы на летней резине все остальные ел на нормальный правильной резине у всех или грязевая или зимняя шипована и в основном вот здесь посмотрите видео было у нас мы здесь катались зимой выезжали к оврагу сейчас мы примерно по тому же пути будем пытаться пробить дорогу 1 проходит на самый достойный автомобиль который может пробить дорогу сейчас у нас где-то плюс 5 принципе нормально по грязи покатаемся посмотрим а вообще мы планируем поехать там вот овраг есть хотим туда добраться съездить не знаю как получится но лужи текут грязь есть снег здесь просто небольшая низинка и очень плотный снег сейчас евгений пробьет я думаю мы все проедем берет разгон но потонул ребята потонул что-то давай да ребята снег ребята настолько жесткий и плотный бронированный автомобиль а как ты наш колес не он потяжелее да хотя и высокий клиренс но выехать сложновато очень сложно расстояние большое соболек подсел одну динамку хорошего порвали посмотрим напомню это динамки паре нас в Оренбурге вяжет по 1206 метровый но и заодно посмотрим протестируем как они работают но не хватает не хватает уазу веса или надо разогнать больше его потому что соболь ну хорошо засел а уазу не хватает разгона не хватает зацепа и разгона но не вас у меня появился флаг моего youtube канала напишите как вам смотрится мой автомобиль нет так сегодняшние наши участники это получается соболек у вас так два дастера у нас шевик и бронированный тридцать первое сейчас мы соболька пробуем откопать лопата достали ну очень такая уже мясистая грязь мясистая грязь конечно весь вопрос в том что у нас соболь буксует ну а так урок разил пока наши покатушки немножко встряли но путем того что мы выезжаем так что ждем освободим дорогу будем пробиваться и будем проезжать наши интересные места так едем по другу по другой траектории хотим проехать здесь и горочка грязь шевик едет за 31 нивой давайте посмотрим ну смотрите в натяг натяг прошел отлично кто у нас ховер хочет попробовать пока особо ли у нас вообще никак не получается выдернуть вообще не к смотрим но тяжелее ему почему-то идет а почему вероятнее база длиньше и сам по себе он наверное тяжелее но хотя я не думаю что он тяжелее бронированной нивы но гребет тоже сел я думаю на мосты и на этом он дальше поехать то есть у нас сейчас два пути которые заблокировали то есть соболь и ховер сидит короче у нас получается равномерно и здесь тянем и здесь тянем здесь рычаг короткий но и он тем более а давай 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 сейчас пойдет все отлично так здесь мы проход освободили пойдет так здесь у нас пока и так чувствую соболь вообще никак не идет хотя вроде и откопали но опять же 31 нива идет в подъем грязь не идет не идет 31 31 нива так там у нас рывок был сильно и прошло смотрим здесь вывесилась просто автомобиль и вывесился ну попробовать пусть в раскачку попробует так здесь у нас все получилось наши трассы в принципе сработали отлично так что ссылочка будет в описании кому интересно заказывайте 2 и 4 привод полной имитации просто полный привод просто полный привод понятно сейчас мы и посмотрим подъем грязь и как все поехали вот смотрите отлично принципе без каких-либо проблем его стоп 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 все грязь полетела все нормально короче короче вложи грязь летит вот все движемся дальше сейчас так смотрим у вас у вас вообще без того мне кажется да у вас лишь клевенса выше ничего ему не мешает он просто как говорится едет в грязь как скользит машина это грязь вот так вот наш любимый дастер на скорости газ пол пока идет я вот просто боюсь за свою машину то что у меня на летней резине здесь вот за счет конечно зимней резина ну все смотрим давай его давай давай скорость потерял все жалко жалко конечно не прошло но что-то есть не вас вы вывесился у нас вида там диагонал очка хорошая как-то так вот я сам проваливаюсь не идет вот смотрите диагонал стал аж крыло колесо уперлась просто вот так вот просто вот так вот глубоко ребята глубоко сейчас автомобиль встал в диагональ хорошая и задняя крышка на данный момент у меня перестала закрываться замок короче замок не перестал попадать и заднее колесо уперлась в заднюю арку вся послушал я посмотрим да нет вроде такого ничего нету но здесь прям уперлась ладно оцепляйтесь смотрим сейчас дастер двухлитровый поедет скорость набирает резина тоже вроде зимнего него не после меня он должен пройти после меня все таки зимняя резина куда хоть когда зимняя резина решает это дастер едет однозначно просто интересно посмотреть по поводу самоблоков которые у меня установлено как он поглядит на летней резине поедет ну пока я доволен пока я доволен напоминаю у нас летняя резина между собой дифференциал заблокированный лайк это понижайте нет так на повышенный байк надо газовать вань газой давай 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 жми жми а ничего 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 давай повыше поднимайся а ты левей левей можешь вайк на хера ну что ребят как-то так на угодили примерно метр примерно метр и не едем в такую замахнулись диван забыл что он не на танке едет но самостоятельно уже у нас не получится выехать тут просто глубоко смотрите у нас где колесо колесо у нас просто утонул вы представляете давай попробуй я посмотрю давай назад вань пробуй ребят это очень серьезное испытание вот это вот реально очень серьезно тут диагоналка просто бешеная диагоналка вот серьезно вот на данный момент самоблока вот здесь вот и будет помогать вот здесь вот прям яма но и летняя резина конечно если вы вот смотрите как отрабатывает давайте посмотрим лайк стой там полметра явно полметра давай пробы но два колеса отрабатывает все отлично все давай газу летняя резина да был бы зацеп конечно вы вообще бы выехали вот вам и 31 него на летней резине ну круто а вы говорите даст а вот не вас на летней резине с такого говна выезжает реально с говна выезжает если был бы свободный див стоял сзади мы бы стояли мертвых но за счет дифференциала повышенного трения задние колеса и помогает и видел в какой говно провалился летняя резина я по своей стороны посмотрим не полностью не не выгребает на так выехать то нам сможешь но супер супер нет уже наверно замылились полностью замылились блядь вай бампер повис во все стой бампер оторвем надо копать нет ты висишь на бампере только назад попробуй трос подтянем сейчас давай 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 так все короче разгон делаем большой поехали ребята по колено вот реально по колено стою простою по колено выехать не можем но не знаю что делать сейчас наш автомобиль в колею встанет так ну я думаю на этом будет выезжать уже сам так ну что смотрим на летней резине натяг с самовлоком зашел отлично отлично зашел ну вот видите ходом ходом автор и прошел там где в принципе не сильная диагоналочка не вас в принципе выехал нормально ребята жестко вот реально было жестко просто на летней резине блядь так проехать но это просто песня была песня ставьте лайкос и обязательно подписку ставьте ребят едем прям жесткий жестко я думаю вот в данном случае что самовлок нам помогает да вот на данный момент я думаю как считаешь вот здесь мы уже ребята все здесь мы бесполезно здесь мы не поедем здесь такой крутой поворот и здесь просто ну наверно уже нереально будет ехать так но не знаю давайте посмотрим ну сами посмотрите оцените вот случая когда газ спол блядь ребята было страшно за бампер вот реально просто ну не вас рулит рулит поехали дальше давай поехали надо давить результат один и тот же да мы не проехали клейминг не позволил не позволил но и резина естественно у вас не может ее тронуть не может все пошла 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 тронул тронул тросы держат нагрузку хорошую все мы выехали выехали то что мы пропахали как трактором клиренс уменьшили он вот так решил да 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 резина решает смотрим ховер не по колее видите но все равно отлично давайте до следующего препятствия вам конечно смотреть это будет в течение там 10 минут наверное мы уже здесь часа два-три примерно катаемся так что вот такие дела нет кто то куда продается я не знаю вопрос в том что как мы обратно поедем и как мы будем выезжать обратно то что мы не можем доехать потому что то одних подергаем здесь конечно вот мы на диве ехали по левой стороне там и видно снега больше да по правой стороне сейчас едем на уазе в принципе без каких либо сложностей без каких либо проблем осталась последняя как сказать ямочка где вот не устало сейчас не вас наш поедем мы поедем дальше вам уже скучно дождать ну да мы тут уже посидели хорошо да мы в донбассе даже немножко соскучились оооо по другому пути а вообще ты что делаешь ты что не рулишься ооооо вообще да эмоции людей молодцы спереди кто не проедет проедет дальше ребята смотрим у вас после Нивы которые протащили очень тоже проблематично потому что во первых по новому пути не вас пошел но все равно у вас конечно молодец молодец садимся в лучшую машину отечественного автопрома так где у тебя ручки понятно мы на разведку поехали а вот он какую такую разведку стоит ли нам вообще туда ехать а ну давай стоит так ребята погнали на разведку потому что в основном легковые автомобили дастеры ховеры хоть и на зимней резине но здесь будет проблематично проехать здесь это нормально а вот самое интересное когда в гору спуститься под гору я имею ввиду нашей целью была приехать до сюда вот вот вон та горочка здесь посылочки посмотрите как мы тут катались вот так ребята ездим на Соболе не вас сейчас у нас решил проехать за Соболем Соболь конечно сила реально сила Соболь да давай здесь прокатай да чтобы обратно было легче выезжать я поехала по вашим следам ой 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 да ребята это сильно так юра у нас танцует балет на не вася итак ребят короче мы решили так нива так ховер дастер и дастер мы возвращаемся обратно остальные машины уазы Соболи они решили поехать дальше но так как чтобы нас их не задерживать и нас чтобы не дергать мы короче возвращаемся назад ну и смотрите что дальше получится на максимум на максимум так ребята но нива есть нива клеренс никуда не девается вот естественно поднище набралось все она дальше не поедет надо ее будет сдергивать дастер дастер у нас дастер самостоятельно 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 молодец отлично 1.6 ESP нормалек набирает ходу я пока перекусываю слабенькая 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 но непонятно надо было убрать разгон но пока самостоятельно двигается назад молодец молодец ну давай поехали тут надо уже не бояться ну тоже достойно достойно шевик грязевая резина но относительно легко легко в обратную сторону ох как он решил по самой сложной траектории вот он 2 литра никакого ESP резина путевая все едет вот вам дастер 1.6 ESP резина хорошая тоже едет ховер китаец большая машина но как-то на газ он давит слабенько отлично 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 шевик грязевая резина тоже все супер так ну и мы летняя резина не не ем не ем я не ем газ, по-другому здесь на нём, так, 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 все, здесь проезжали, но сейчас на выезде, тут и диагональное вывешивание есть, о, видели, бампер его немножко чиркнул, здесь есть склон, как раз машину немножко сносит, видите, вот до сорок, до сорок, извиняюсь, шеек, просто ходом потихонечку, по накатанному, мы на летней резине, тоже относительно все спокойно, все спокойно, ну, снега все равно, многовато, конечно, тут что-то, колея уже, видно, намокла, да, здесь ходом, просто надо идти, ребята, ходом, по-другому вообще никак не получается, так что домой тоже путь сложный, очень сложный путь, ребята пытаются его немножко стронуть, ребята пытаются стронуть, но, к сожалению, тяжело, так, это наши шесть машин остались, которые хотят выехать, пытаемся ходом, нормально, нормально, отлично, на подъеме уже грязь, колеса пробуксовывают сильно, но, опять же, за счет хорошей резины автомобиль выезжает, только из-за хорошей резины, 1.6, опять же, опять же, за счет резины, за счет резины, ховер, видите, стаскивает в грязи, остановился, все равно его тащит, попадет в колею, опять, опять, ну, давай, пошел, ох и расколбасил, ох и расколбасил, здесь уже нам сложновато будет выйти, потому что основную дорогу, которая накатанная, немножко ее попортили, и чтобы с разгона попасть в колею, будет сложно, вот и мы сейчас посмотрим на летней резине, как мы будем в эту колею попадать, вот, надо, давай, дави, дави, да, она, видела, она глушит как, да, нормально, вот чем дело, у него же там стоит этот, так, смотрим, грязевая резина, шевик, автомобиль не сносит, как ховер, но нам здесь будет, наверное, сложно сейчас пройти, вот, пожалуйста, грязевая резина, едет человек, курит бамбук, и ни о чем не беспокоится, теперь здесь, смотрите, летняя резина, просто, вон, она сползает, и все, трос в машине, сзади привязанная, вот, он беспониженный, напрямую, зачем, вторую пониженную, о, как она встала, надо пойти посмотреть трос, что с тросом, что-то я его и не вижу, и болтается сзади, вижу ее, а, да, трос пока есть, где-то его на переду, а, нет, я отклюю, ничего, ну, Виталик, у тебя там, не машина, я сам плачу, Алексей, да тут еще какой пилот еще, вау, ребята, летней резине, машина едет, только мы трос потеряли, ну, что сказать, сегодняшние покатушки прошли не просто так, немножко машину подмяли, трос потеряли, где-то около 10 метров троса, вот, сейчас, в принципе, осталось одно препятствие, чтобы выехать домой, как бы не холодно, ветра сейчас нету, хорошо, вот, так что сейчас будем ехать дальше, давайте, не забудьте подписаться, поставить лайкос, так, сейчас мы, ребята, едем на Шевроле, на которой грязевая резина, конечно, по посадке Шевроле намного выше, намного, как бы, комфортнее, чем Нива 31, как бы, я обзор уже сделал, можете здесь по ссылочке пройти посмотреть, вот, и, конечно, надо всему свое время, грязевая резина, зимняя резина или летняя резина, у меня просто грязевая нету, ну, вроде, я не думал, что я, как бы, поедем так глубоко, поэтому я одел летнюю резину, ну, хотя, в принципе, да, на летней резине, как бы, тоже относительно достойно, конечно, один бы я никуда не поехал, но, так как у нас компания собирается, и мы друг друга не бросаем, за счет этого мы пробуем свои силы на летней резине и вам показываем, на какой резине лучше машина едет, хотя, опять же, вот здесь вот посмотрите по ссылочке, где мы с Виталием на 21, ну, на короткой Ниве, у него стояла грязевая резина, и по снегу он не смог проехать, он просто закопался, хотя я на летней резине по снегу проехал спокойно. Да, Шевик, как бы, у тебя эти, как они называются-то, пружины родные стоят, ух ты, ух ты, ух ты, да, ребята. Машина столько, просто резина. Да, резина играет, я говорю, клиренс и резина, все на этом, больше ничего не нужно. Соболь, высокий, резина хорошая, давление скинул, и едет. Ну, Соболь же, он же еще и тяжелый. Да, но и вес, но хотя вес не всегда в пользу играет, иногда вес, наоборот, машина проваливает, согласен? Вот, вот эти Нивы, в основном, за счет веса, они, ну, на скорости пролетают. Ну, Duster, сегодня показался, вообще, изумительно, мне понравилось, что 1.6 ЕСП, что 2-литровый, без ЕСП, а, он сказал, у него блок какой-то жесткий стоит. Вот, Hover, да, он 2.4, вроде как, у него тоже резина зимняя стоит, вроде как ЕСП нету, как он сказал, ну, и точно не могу сказать. Сейчас мы уже доедем, грязевой ванны, так сказать, мы проедем. Осталось немножко, осталось немножко, скоро асфальт, поедем домой. Ну, я думаю, через неделю уже здесь можно будет на горке скатнуться, наверное, через неделю. Но все автомобили достойны, вот, как хотите, пишите, обсуждайте. Ну, любой автомобиль, полноприводный, он отлично. Скажу, что по самоблоку, который у меня стоит, это ВТ на заднем мосту, вот, на данный момент грязь, снег, он работает. Даже когда мы в диагональ там провалились в яму, он и то на летней резине, он ее раскачивал, в принципе, помогал ее вытащить. Так что, если есть у вас возможность на него поставить какие-то самоблоки, даже вот эти вот мягкого включения, называется, с преднатягом, то в пределах где-то около 13 тысяч, это вместе с покупкой и, там, с работой, то ставьте. Так, ребят, после покатушек ущерба автомобиля, вот, бампер лопнул, здесь немножко поджало, видите, да, вон, краску посарапал, так что придется нам покупать новый бампер. Ну что, ребят, покатушки закончились, машина, жесть, машина жесть, вся грязная, в салоне все грязное, минус бампер, надо заказывать новый бампер, так что ставьте лайки, подписывайтесь, и если есть возможность помочь в покупке бампера, просто это все, ребят, затратно, и мне, как говорится, одному это тянуть. Ну, конечно, мой канал, интересно все это, но если у вас есть возможность, то финансовую помощь хочу попросить у вас, чтобы приобрести новый бампер, так что ссылка на карту Сибербанка будет в описании. То и на ваше понимание, не то, что я там выпрашиваю денег, но просто сами меня поймите. хотелось бы как бы от вас помощи. Все, ребята, давайте, пока. Поехали на мойку. Будем мыть машину. Какие дела? Какие дела? Какие дела?